Всем привет, друзья, с вами Варчик, и в этом видео будет нетипичный контент на моем канале. Мне сегодня под видосом скинули такой вот видосик, странно что ютуб не удалил этот комментарий с ссылкой на другой видос, но да ладно. Видосик называется боты, вот уже на ру сервере встретился с ботами в трех боях подряд, и люди рассказывают там что играют боты, кто-то думает что это не боты, а плохие игроки с читами и все так далее. И сейчас вы наверное можете подумать, что я начну рассказывать свое мнение про то, есть ли боты в картошке, сколько их там, как, что, где, информация, там сейчас просто достану из кармана такую информацию, которую вообще никто не знает, ничего этого не будет. Мне просто стало интересно, чем ЦА картошки забивает себе голову, и мне интересно сколько таких вот каналов, которые выпускают контент, как на этом канале, который мне скинули в комментарии. Шокер вот, и если посмотреть, что на этом канале есть, то в топе по количеству просмотров, довольно таки крупный канал, в топе по количеству просмотров на этом канале видосы, которые так или иначе для целевой аудитории. Там лучшая ПТ 10 уровня, как получать отметочки, какие танки качать новичку, танки на которых никто не играет на 10 уровне, там как быстро научиться играть хорошо с нуля. Некоторые темы из этого у меня есть на канале, но здесь вот прям видно, что прям подборка для ЦА картошки, именно то, что им нужно. Да, это конечно же хорошо, человек старается, пилит видосики, делает нормальные названия для них, но я открыл всего лишь один видосик, как быстро научиться играть хорошо с нуля. И что я мог насмотреть в этом видосике? То, что человек, ну казалось бы, неплохие советы дает, но на протяжении получаса он рассказывает, что нам нужно обращать внимание на разные вещи в игре. И все. Полчаса нам это рассказывает, что нужно обратить внимание на то, на чем мы играем, на то, против кого играем, и на карты. Все. Как бы, вот и весь получасовой гайд. То есть, человек больше ничего не рассказал, при этом он берет реплейс, вот реплейс, это не какое-то преступление, просто он берет хорошие бои каких-то других игроков. Ну, каждый решает сам. Можно так делать или не можно, или можно свои видосики из своих реплеев делать, или брать чужие. Это, конечно же, дело каждого. Может, кому-то есть что свое показать, а кому-то, может быть, и нету чего своего показывать. И в этом вот гайдике человек рассказывает, я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Мы с Лехой уже наржались с этого контента. Вы сами думаете, сами решайте. Я не хочу никого оскорблять, обсирать, хуесосить. Просто показываю вам то, насколько контент для целевой аудитории можно делать просто, и при этом вообще не особо разбираться в самой игре. И при этом целевая аудитория будет думать, что да, мы как бы посмотрели видосики и услышали то, что мы и хотели. Ну, и как бы подтвердились наши мысли. Мы же там красная гвардия, мы все думаем там, как же нас картошка хочет обмануть. И тут нам показывают видосики, как она нас там обманывает. Все, и мы такие типа, да, это правильный контент наш. Здесь видосики, где полчаса лилась вода, рассказываются в первом совете про изучение карт, что если мы будем изучать прострельщики, то это классно. Мы будем обучаться играть в игру. Но при этом весь видос залит водой, и само понимание, как играть, из видео вы так и не поймете. Поскольку, забегая наперед, сам автор, он тоже не особо-то умеет играть. Это не мое мнение, это мнение сайта, который показывает статистику. И если мы сюда посмотрим, мы увидим, что человек особо-то играть не особо умеет. Просто обычный средний игрок. Неплохой, нехороший, обычный средний игрок. В принципе, я не оскорблял, а смотрю то, что тут и написано. Ничего не придумываю. Также в этом видео, в первом совете сказано, что на штурмовых танчиках процент побед повыше, на десяточках можно иметь. А вот, потому что люди не изучают карты и не умеют прострелы находить, у них процент побед на, допустим, ватных десятках, таких как гориль, на них процент побед поменьше. И что мы открываем аккаунт этого героя, который рассказывает нам в этом видео, как нам играть в картошку. И действительно, у него тоже на гриле 48% побед. Ну, как бы, меньше, чем на остальных. Удивительно, что 60% он смог на остальных десятках. Ну, в принципе, молодец, старался, свой результат получил. Но вот средушечки довольно-таки печальные. Средний урон у него на десятках такой, какой должен быть на восьмерках, если вы хороший игрок. В принципе, как для среднего игрока, довольно-таки неплохой результат. Но, что касаемо видосиков по гайдикам, как играть в игру, видно, что человек по тактике ничего не понимает. И если мы посмотрим какие-нибудь стримчики, как этот человек играет на ЛТ, и как команде указывают, куда ей там надо было ехать, и почему они там стоят где-то в кучках, то мы видим, что человек вообще своей команде на легком танке ничего не помогает, просто стоит кемперит урон, и при этом урона-то самого особо-то и нет. И при этом он умудряется рассказывать всем, кому как куда ехать и кому где стоять. Конечно, союзники в этом бою играли тоже не очень, но он им даже не помог, поскольку они не имели никаких прострелов, потому что света не было, хоть и наш герой играл на легком танке. Также еще, если вернуться к видео, в котором рассказывается, что в игре у нас тонботы и так далее, человек попался тут на одну из карт и удивился, что играя на польском танке, он говорит, что «Ой, а куда же меня пробил Лев? Меня тут Лев пробивает». Но он даже не посмотрел, что Лев стреляет голдой, а он играет на польском танке, а у польского танка броня довольно-таки паршивая и может он танковать только от башни. И если вы смотрели мой обзор по польскому тяжелому танку, то вы могли понять, что на нем нужно умудриться играть от башни, хоть и башня у него находится посередине танка, танкует он в основном башней, а в корпусе у него просто дыра, поскольку, ну, нет там брони особо. Иногда там что-то рикошетит, но, в принципе, там такие будки на ВЛД нарисованы, что, в принципе, в них пробивать легко. Но в человека стреляет Лев голдой в нашего героя и пробивает. Ничего удивительного, но наш супергерой умудряется удивиться. А как это так? Плохой игрок на Льве, а он потом пошел и его статистику чекнул, плохой игрок на Льве взял и пробил его голдой в силуэт. Как же это сложно? Ведь у тебя же танк, который и без голды-то пробьется. А человек, который плохо играет, взял, зарядил голду и в силуэт тебя пробил. Что удивительного? Ничего удивительного. Но он там догадывает, догадки какие-то строит, что это бот, или там это человек, который плохо играет, но поставил себе читы. Ну и что, что он поставил себе читы? Забанят его потом. Этот игрок как играл плохо, так и играет плохо. А то, что он тебя пробил в силуэт, это показывает то, что и ты тоже плохо играешь, и то, что ты в гайдике в своем рассказывал, что нужно изучать свой танк, то это показывает, что ты и сам-то его не изучал, свой танк, и ты не знаешь, что твой танк на самом деле танкует в основном башней. Но рассказываешь тут какие-то догадочки, чекнул аккаунт плохого игрока, и взял там, начал рассказывать ему, что ой ты бот, не играй как бот, зачем так играть, начал рассказывать, что у него циферки плохие. Давай посмотрим на твои циферки, может они намного больше, но на самом деле они почти такие же. Конечно, разница у вас есть, но циферки-то не особо-то больше. Процент попадания чуточку у тебя больше, а средний урон, ну в два раза больше. И все. 66% попадания, это очень ужасно. И посмотрел на стримах, как наш шокер стреляет, я убедился, что вина тому он сам, поскольку во время стрельбы он плохо нацеливается, и довольно-таки часто сдвигает прицел мимо врага, и потом удивляется, что куда-то не туда снаряд полетел. Плюс он еще удивляется тому, что его пробивают враги, которые и должны его пробивать. Также у него удивление в этом видео, что оказывается враг, который выехал в него и стрельнул, это невероятно, поскольку здесь он выкатывается, просто стоит, и враг, который якобы плохо играет, и как-то странно там башней поворачивает, вдруг неожиданно повернул эту башню и стрельнул в него. Все. Но это бот. По-любому бот, потому что человек, который плохо поворачивает башни, не может в него стрелять. Ну, невероятно. Невероятно. И к чему я все это клоню? Я не хочу никого оскорбить, просто всю информацию, которую я нашел, она вся открытая. Я просто посмотрел на все циферки, которые доступны. Они вот все перед глазами, все видосики, все, все здесь, все перед глазами, и просто сделал свой вывод. А вывод у меня простой. Не скидывайте мне в комментарии каналы и видео от ЦА для ЦА. Знаете почему? Поскольку мне очень больно смотреть на такие видео и на такие каналы. Поскольку мне приходится потом переобучивать таких игроков и учить их играть хорошо. Поскольку после таких вот каналов и роликов люди уже себе настолько голову всякой билибердой забили, что они не хотят играть лучше, они ищут отмазки. То им бот померещился, то в плохом игроке, который и так играет плохо, и ты умудрился слиться от плохого игрока. и кто из вас бот? Ты, который сливаешься от плохого игрока или плохой игрок, который голдот тебя в силуэт пробил? Не хочу такие каналы смотреть и видосики. Если вам нравится смотреть и обманывать самим себя, то смотрите. Я такое смотреть не хочу. Не надо мне скидывать видосики про ботов, про то, что вам хватит плакать мне в комментариях, то, что в команду врага больше зелененьких закинуло. Вы последние полгода только этим и занимаетесь, что вот балансит по скилу у меня всегда плохую команду. Удалите их с вм, играйте на весь свой скилл, который есть. Смотрите мои обучающие видосики, я в них все разжевываю просто до конца и рассказываю как и почему нужно делать. Делаю гайды по картам, как куда ехать, какие позиции, на каких скилл, как стрелять, как настраивать мышки, компьютер. Я просто все делаю для того, чтобы обучить вас играть. Но вы смотрите ЦА контент и потом начинайте приходить мне в комментарии писать всякий бред. Я не хочу смотреть и читать это. Это не для меня. Это для людей, которые играют ниже среднего, которых потом приходится переобучать, поскольку они уже забили себе голову всякой билибердой. С вами был Варчик. Горать красиво. Пока. Пока.